Так, отвечу на некоторые ваши вопросы. Вот Ксения Кистайкина пишет. Здравствуйте, вот огонян рекомендуют голодать на отварах. Затем добавлять соки. Как вы относитесь к такому методу? Как по мне, я считаю, что отвары истравные всем подходят. Как, например, мне, так как у меня калитка и шишечник и эрузия желудка. Мой опыт голодания 24 дня на воде и клизмах. Отлично. Вот эту тему я и хочу несколько развить. Рассказать, что такое голодание. Может ли оно быть на отварах или на соках. Итак, насчет голодания. Насчет голодания. Вот смотрите. Когда я для себя исследовал и опробовал голодание, я, конечно, опирался на труды классиков. Классики. Они исследовали голод с различных точек зрения. И пришли к выводу, когда были именно тщательные такие исследования, что если в организм попадает хоть там манюсенькая часть какой-то пищи, то есть человек считает, что он голодает, а на самом деле, допустим, пьет отвары, трав, немножечко сока и так далее, то те механизмы, которые разворачиваются на голоде без каких-либо продуктов, то есть употребляется только вода, они не разворачиваются. То есть этого не происходит. Естественно, как ограничение просто-напросто питания, это возымеет свои какие-то действия. То есть организму будет легче там очищаться, потому что поток веществ, который входит в него, гораздо меньше, нежели выходит. То есть это просто-напросто облегчение процесса очищения организма. Но для того, чтобы произошла разблокировка клеток, переход на совсем иной вид питания, увы, такого не происходит. И вот как раз содержание, общее понятие голоданий. Голод в природе, голод в истории человечества. Очень важно понимать, если так говорить о голоде в истории человечества, есть, будем говорить, как бы два основных вида. Это первое, вынужденный голод, когда нету еды. И вот тут-то интересные вещи происходят. Вот, допустим, когда не хватает продуктов, и просто-напросто человек употребляет гораздо меньше еды, нежели ему положено. И он считает, что это голодание, это действительно голодание, но это голодание не запускает те процессы, которые должны были бы развернуться, если бы ничего не употреблялось. Естественно, будем говорить, если человек не доедает, он истощается, грубо говоря, смерть может наступить через год, через два, то есть, просто-напросто от истощения, голод от недоедания, того, что фактически нет достаточного количества пищи. Совсем другое дело, когда человек осознанно идет на голодание. Вот тут оно подразделяется, вот мы все знаем его, это лечебное голодание. Раньше же голодание практиковали, то есть, как это раньше, тысячу лет назад и более, не столько для, вообще с помощью голода особо не лечились, его использовали для получения посвящения. В современное время, это все забыто, используется в основном голод в лечебных целях. И тут, знаете, вот после того, как были открыты механизмы, которые разворачиваются на голоде, дальше уже как-то начали различные авторы трактовать его как угодно. Вот, вот, голодание на сок, голодание на отвары, голодание еще, в строгом смысле слова, это не голодание, это просто какая-то диета, которая способствует тому или иному. Разъяснение понятия голодания. Вот давайте, давайте немножечко и почитаем. Арнольд Деврис в книге «Терапия голодания» Лос-Анджелес, 1963 год, описывает понятие голодания так. Под термином голодание подразумевается полное или частичное водержание от пищи или воды по какой-либо причине. Так бывает фруктово, овощно, молочно, водно и много других типов. В зависимости от причин, вызывающих голодание, можно дать другое подразделение, а именно религиозное голодание, профессиональное голодание, физиологическое голодание, патологическое и экспериментальное голодание. Фруктовое голодание, это воздержание от фруктов, овощное от овощей, молочное воздержание от молока, водное воздержание от воды и так далее. И пишу. Которые не способны отключить органы пищеварения и запустить дремлющие внутриклеточные механизмы обновления и восстановления. Это своеобразные диеты, которые не надо путать с правильным понятием голодания. И вот я уже, будем говорить, даю формулировку. Понятие голодания означает добровольный отказ человека от принятия какой-либо пищи. А в отдельных случаях и воды, на определенный период времени, с целью очищения организма, избавления от болезни или духовного совершенствования. При этом предельные сроки голода не должны приводить к истощению организма и наступлению необратимых изменений. Слово «пост» разбираю и прочее, прочее. То есть такая мощная книга. Почему я говорю мощная? Да потому что она написана и приведено столько источников. Что если бы я один написал свое, я бы сказал, вот это мое и так далее. Я привел мнение целых поколений людей, занимающихся процессами голодания. И в этом ее сила. Вот, например, термин «разгрузочная диетическая терапия» был введен большим пропагандистом лечебного голодания, профессором Юрием Сергеевичем Николаевым. То есть был введен вот такой вот. Сулуэн Авакович Ракелян говорит о физиологически полезном голодании. Вот как раз описание процессов, происходящих на голоде в организме человека. «Голодание и жизненная сила организма» – вот этот раздел целиком я написал. Этого нет ни в одной книге. На основании того, что мне, будем говорить, открылось от прочтения и от своего собственного опыта. «Голод и умственные способности человека». «Голодание и индивидуальная конституция человека» – об этом практически 99,9 авторов не пишут. По причине просто незнания ее. Вот самое важное. Процессы, происходящие в физическом теле человека. Вот эта вот вещь была экспериментально, лабораторно, исследована, там, описана. И как раз она вот говорит, что происходит на голоде. На голоде происходит закисление внутренней среды. Второе – рассасыванные ткани, аутолиз, самопереваривание. Третье – принцип приоритета. Вот как раз потеря веса органами и тканями собаки при полном голодании до момента смерти в процентном отношении к исходному весу. То есть сделали такие эксперименты. Жир – 97%, селезенка – 60%, печень – 53,7%, мышцы – 30%, мышцы довольно-таки мало теряют. Кровь – 26%, почки – 25,9%, кожа – 20,6%, кишки уменьшаются на 18%, легкие – на 17,7%, поджелудочная железа – на 17%, дожит кости – на 13,9%, нервная система – на 3,9%, сердце – на 3%. Юрий Сергеевич Николаев на основании многолетней практики лечебного голодания так отзывается вот об этом феномене, о котором я сказал. Голодание приводит к резкому усилению разрушительных процессов, к разрушению и выведению из организма всех излишков, шлаков, всего того, что засоряет организм, мешает нормальной жизнедеятельности. Это касается прежде всего болезнетворных отложений и образований, например, отложений солей, избытка жира, токсических продуктов, обмена и других. Освобождаясь от шлаков, организм переходит на эндогенное питание за счет разрушения собственных жиров, углеводов и белков определенных органов и тканей. Но практически не затрагивают такие жизненно важные органы, как сердце и мозг. Этот процесс усиленного разрушения тканей клеток и молекул сопровождается усилением восстановительных процессов на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях и приводит к обновлению и как бы омоложению своего организма и всех его органов. Поэтому есть основания считать метод РДТ методом стимуляции физиологической регенерации. Этот метод полностью согласуется с данными учениями о регенерации, то есть о восстановлении, которое также во всех случаях репаративное, восстановительное и физиологическое регенерации, то есть физиологическое восстановление имеет две фазы. Разрушение и восстановление. Таким образом, лечебное голодание можно рассматривать как естественный фактор стимуляции физиологической регенерации, приводящей к обновлению и омоложению клеток, тканей, молекул и химического состава целого организма. Учет сезонных циклов при проведении голодания. Этого что-то нигде не было. Ладно, все, на этом я заканчиваю.